На Режевском тракте в районе Березовского столкнулись отечественный внедорожник УАЗ Хантер и японский кроссовер Мазда CX-5. Столкновение, в котором пострадали 4 человека, произошло накануне в четверть шестого часа вечера на 26-м километре автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Судя по видео, кульминация которого оказалась обрезана березовскими гаишниками, видимо, с целью сохранения нервов наших зрителей, УАЗ двигался в сторону Режа. После того, как он правыми колесами зацепил заснеженную обочину, его вынесло на полосу встречного движения, где в его правый бок вонзилась красная Мазда. В результате ДТП травмы получили все участники столкновения. 63-летний водитель УАЗа пожаловался врачам на ушиб грудной клетки. На боль в груди и животе жаловалась и 43-летняя женщина, находившаяся за рулем Мазды. По ее словам, она вместе со своей 10-летней дочерью и ее одноклассником направлялась из поселка Монетный в Новоберезовске, где дети собирались искупаться в бассейне. Мальчик находился на заднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности. В аварии он получил ссадины головы и ушиб правой голени, но в госпитализации не нуждался. А вот ее ровесницу, дочь владелицы Мазды, врачи скорой помощи доставили в Екатеринбургскую детскую больницу номер 9. Девочка в нарушении ПДД перевозилась на переднем сидении без детского автокресла, пристегнутая штатным ремнем безопасности, что до достижения 12-летнего возраста запрещено. В итоге открывшаяся подушка безопасности сломала ребенку правое предплечье. К счастью, эта травма оказалась единственной полученной девочкой в этом ДТП, так что после наложения гипса ее с матерью отпустили домой. Сотрудники ГАИ вину в случившемся возложили на 63-летнего водителя УАЗа, имеющего 23 года водительского стажа и лишь один раз привлекавшегося к административной ответственности. По их мнению, он не обеспечил постоянного контроля над движением своего автомобиля и не взял в расчет метеорологические и дорожные условия.